привет снова привет снова мы разговариваем о пластинках а музыки о музыкантах у меня в руках такой вот альбом это пластинка фрэнка заппы я настолько пластинку люблю что мне их две одна оригинальная американская 2 европейского производства переиздания но они в общем одинаковые по звуку немножко отличаются конечно оригинал он всегда лучше вот он настоящий репрайс такой вот родной американец но дело совершенно не в этом потому что какой бы не был пресс какой бы не был принц какая бы не была копия ноты-то те же как сказал мне один очень хороший музыкант который зовут я на керман я как-то с ним разговаривал спросил его я дорогой а на чем ты слушаешь музыку в те времена еще были эти самые как называют айподы вот он говорит а у меня два айпода я в самолете всегда с собой вожу у меня вся музыка с собой я говорю ян ты же музыкант как же винил настоящий звук он говорит ну лёша ноты-то те же так что в общем на самом деле не не суть важно но что такое в этой пластинке интересно первых обложка грандиозная в стиле сальвадора дали сделано такая не знаю наверное будет видно хорошо все так красиво все прогрессивно ужасно 73 год 16 альбом фрэнка заппе 16 до этого соответственно он записал 15 один из них я из этих 15 я показ был уже hot red называется такой джаз-рок фьюжен настоящий пробивной в законе ну и до и после hot red было масса замечательных альбомов две пластинки практически авангардно симфонических больше авангардно нежели симфонических но сделаны как просто настоящая такая современная симфоническая музыка с уклоном в рок или рок с уклоном симфоническую музыку это совершенно неважно но это полный авангард и абсолютно удивительные никто такой музыки не играл до фрэнка заппе потом уже каптан бифхард стал делать что-то похожее это абсолютно free 2 альбом и 1 freak out двойник потом была пластинка нормальной симфонической музыки лампе грэви и потом много много всякого разного пластинка чистого дуба по было записано фрэнком заппой несколько концертных альбомов две джазовых пластинки очень интересных это вака джавака и гранд вазу и после гранд вазу появилась вот эта вещь овернайт sensation называется она эта пластинка которая в юности свернула мне голову окончательно совершенно я и услышал в достаточно таком свежем возрасте это 73 год я услышал где-то наверно году 74 75 то есть когда уже сознание созрело для восприятия разные резкой достаточно информации я бы перестал быть пугливым мальчиком а стал зрелым почти что юношей и я проглотил эту музыку с таким наслаждением с таким удовольствием что до сих пор и перевариваю до сих пор слушаю этот альбом овернайт sensation и он меня не перестает удивлять inner не перестанет никогда потому что пластинка действительно фантастическая с любой точки зрения это как пишут критики самый доступный наверное альбом фрэнка заппа из всего что он написал и критики не правы потому что такое количество пластинок у фрэнка и есть и более доступные есть такие же в общем очень много разного но факт тот что здесь большой уклон уже такой откровенный в рок музыку что называется хотя вот я сейчас перейду главному хотя все эти термины рок музыка особенно прогрессив рок джаз рок фьюжн фанк соул джаз все что угодно здесь фрэнк заппа вертит этими самыми терминами и вертит их там где на том вертит эти все джазы фанки роки соул не хочется называть там на чем полагается на том и вертит всю эту критическую историю не существует никаких музыкальных стилей здесь точнее он использует все музыкальные стили которые можно только себе вообразить но при этом это рок все-таки не пугайтесь того что это что-то такое непонятное странно это абсолютно вменяемая рок музыка после которой все записи так называемых групп прогрессивного рока кажутся нелепыми смешными напыщенными надуманными и совершенно искусственными с такой легкостью фрэнк оперирует здесь и стилями и сложностями вставляет в чистое рок полотно кусочки совершенно академической симфонической современной музыки прямо вот кусками вставлены такие вот симфонические отрезки и совершенно это не ломает вообще ничего тем самым франк доказывает что никакой стилевой никакого деления на стиле вообще не существует это все искусственно все никому не нужно и все это выдумано и и и проще и прочее при этом играется здесь без всякого симфонического оркестра хотя фрэнк мастер на работу с симфоническими оркестрами это абсолютная такая стопроцентная рок-группа тим фоулер бас-гитара брюс фоулер тромбон ральф хэмфри ударные селл маркус духовые и вокал фрэнк запа гитара вокал понятно рус андервуд маримба перкуссия ян андервуд флейта кларнет тенор саксофон джордж дюк великолепный синтезатор фортепьяно и разные проще клавишные инструменты жан-люк понти электро скрипка ну надо сказать что еще тина тернер здесь поет бэк-вокал в кредитах она не указана потому что в студию пришел айк тернер ее муж послушал то что поют здесь тина тернер послушал музыку франка запускал что это за дерьмо увел тину тернер после чего франк запа обиделся и не включил в кредиты не тину тернер не ее группу айкетс по моему она называлась за работу тернер получила 25 долларов за сессию но сессия была не одна альбом записывался в трех студиях на протяжении двух месяцев если мне память не изменяет и записался и музыка такая что я повторюсь после нее отслушать другую рок музыку уже как-то даже странно уже ничего там такого серьезного мы не услышим правда это состояние быстро проходит слава богу и можно все-таки слушать другие пластинки камарило брилло первая песня начинается торжественным таким симфоническим опять же вступлением то да 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 и после этого пошла песня с очень простой мелодии на очень простой гармонии запа кстати говорил что не любит сложных гармоний он предпочитает придерживаться двух-трех тональных центров вокруг них уже резвиться тоже лукавил на самом деле очень затягивающая очень простая очень душевная хотя с йорническим текстом абсолютно как и все здесь тут его обвиняли в порнографии после выхода этого альбома но в чем его только не обвиняли очень интимно спет интимно и с напором сроковым она спета фрэнк пел очень близко к микрофону и поэтому у него такой во первых это позволяло ему и низы использовать которые на большой дистанции трудно было ему в силу голосовых данных выполнить но здесь получались такие низу близко к микрофону и очень приятная песня камарило брилло энергичная такая американская широкая хорошая блестяще сыгранная ничто не предвещало хотя что-то уже предвещает какие-то наметки уже есть следующее and this line начинается с адского гитарного интро фрэнка запп со всем оркестром а рок-группа здесь именно как оркестр потому что фрэнк писал это слышно кстати говоря он никогда не давал такую волю рок-группе у него все партии прописаны он всегда писал партитуры оркестровые для своей расширенной рок-группы и все здесь оркестровано все здесь очень точно очень тис чисто очень громко и очень роково вот это самое and this line после страшного адского рокового гитарного интро переходит в речитатив такой spoken word очень мрачные очень тревожные и чего-то обещающий потом выплывает гитара фрэнка и он играет такое соло после которого уже другие гитаристы вообще пробок в общем не интересны на самом деле я повторю что это состояние быстро пройдет и других гитаристов тоже интересно будет слушать но здесь он играет так как вот ребята ну вот вы играете все здорово да ну вот смотрите вот как вообще играется на электрической гитаре это оценили и стив вай который играл в группе фрэнка заппе и эдриан белью и много-много гитаристов которые прошли через группу фрэнка заппе мадосов инвеншн и считали его своим учителем если кто любит гитаризма всякие то стив вай считает фрэнка своим учителем бесспорным многому очень много отчего подчеркнул у него дете лов следующая песня вроде бы фанк но такого фанка не услышите больше нигде кроме как у заппе и фифти-фифти адская совершенно песня совершенно адская просто ради одной только фифти-фифти стоит этот альбом послушать потому что во первых блестящее соло на клавишах джорджу дюка во вторых невероятный вокал рикки ланцелотти который здесь поет лидер вокал орет так как не орет ни один рок-музыкант рок-певец в любом стиле будь то металл будь то фанк будь то соул это совершенно невероятный голос просто который сметает все ну и соло жанна люка понтина о скрипке которая кажется очень быстрым очень интересным и меняется тембр от такой кабацкой какой-то из салуна скрипки улетает в реверберации в космос начинается космические какие-то полеты скрипичные и очередное гитарное соло франка заппе сыгранная с такой скоростью который не бывает в принципе ну не бывает гитаристы так не играют с такой скоростью никаких здесь студийных чудес нет он в живую так играет но не бывает никто так быстро не играл я во всяком случае не слышал специально специальные наверное есть какие-то такие люди которые упираются в скорость но здесь сыграно конкретная партия здесь каждая нота читается несмотря на то что все эти нотки кажутся микроскопическими они сливаются в единое полотно все ноты читаются прописанная партия абсолютно кайфующая зомби вуф открывает вторую сторону мрачный тяжелый рок зафанкованные закрученные с меняющимися вака бокальными штуками со вставками вот этой самой симфонической академической современной музыки в стиле там бар так а или не знаю кого еще привести штаггаузена таки и и все это раз так вылетает единым ядром зомби вуф потрясающая совершенно вещь дэна мохам следующий номер за которые и обвиняли франка запу в порнографии очень яркое произведение с женскими вокалами тина тёрнер здесь помогает тоже с диалогами с развернутыми такими вокальными историями очень живописная очень кинематографичная вещь которую невероятно интересно слушать и последняя песня монтана которая тоже начинается с оркестрового такого сыгранного на электрогитарах барабанах и клавишах но оркестровое вступление торжественное бравурная быстрая темповая и потом начинается в раскачку конная экскурсия по прерии с очень красивой мелодии мужественно спетой ковбойской такой и конечно эту мелодию разрезает гитарная соло ближе к финалу очередное скоростное красивейшие просто потрясающие выбивающие мозг как можно в этой вот ковбойской поездки вдруг влетает вот это вот этот яростный гитаризм который убирает напрочь все стилевые рамки все так называемые рок-группы которые как грибы росли в семьдесят третьем году вокруг и запас верху на это смотрит все и играет вот эту чудовищную свою адскую гитарную музыку ну и в конце замечательный вокализ этой самой монтане послушайте убедитесь сами насколько это разнообразно насколько широка музыка сколько в ней неожиданного сколько в ней нового каждый раз может быть и насколько она шире всяких стилевых рамок после этого остается только пить и больше ничего бай